Почти миллион рублей заработала сотрудница Почты России, возвращая компенсации за посылки. Правда, люди в ее махинации не пострадали. Деньги она брала исключительно со своей компанией. К скандалу в благородном семействе почтовиков оказалась причастна 49-летняя работница главпочтамта. Схема обогащения была нестандартной. По чужим данным, она оформляла фиктивные компенсации за якобы недоставленные посылки. Этот факт выявила служба безопасности компании во время внутренней проверки. Все необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела документы и материалы Почта передала в правоохранительные органы. Нам очень жаль, что в нашей компании оказался такой недобросовестный сотрудник. И мы всегда сотрудничали и продолжаем сотрудничать с уполномоченными органами для того, чтобы предотпрощать и выявлять такие случаи. Из базы данных Почта России аферистка брала личную информацию о людях и писала от имени клиента заявление о том, что посылка с объявленной ценностью якобы не дошла до адресата. И почтовикам приходилось выплачивать страховку. А рассмотрение таких заявлений как раз и занималась сама мошенница. Поэтому деньги переводила напрямую себе. За два года с 2018 по 2021 работница почтовой службы оформила 117 фиктивных заявлений, а выплаты превысили 1 миллион рублей. Но именно такое количество запросов и натолкнуло сотрудников ФСБ проверить все страховые случаи. Установлено, что фигурантка занималась фальсификацией служебных разбирательств по фактам утраты почтовых отправлений для последующего использования подложной документации в целях хищения денежных средств, предназначенных для компенсации ущерба. Таким образом, ею нанесен ущерб Почте России в размере более 1 миллиона рублей. Следственным отделом у ФСБ в отношении 49-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вину бывшая сотрудница почтовой службы признала и обещала погасить долг. Впрочем, это не единственный случай с работниками Почты России, и все они как один заявляли, что на мошенничество их толкало тяжелое материальное положение, выпутаться из которого они пытались за счет своей же компании или за счет клиентов. Наталья Тюрина, Андрей Просвиркин. Наши новости. Продолжение следует...